Добрый вечер! Мы, как всегда, с молитвой с вами в это непростое для всего время мира продолжаем изучение книги Шмуэль Бэб в надежде, что наше соприкосновение с Божественным Духом, спрятанным в книгах пророков, поможет и нам, и всем нашим близким, и в конечном итоге продвинет все человечество, и, так можно сказать, с определенной скромностью, вперед к лучшим временам. Мы с вами говорили о, последний раз говорили о грехе Давида, насколько это сложный момент. Мы с вами определились, что Бат-Шева не была в тот момент замужней женщиной, и, тем не менее, Давид раскаивается. Давид в какой-то степени, как мы помним, виноват в смерти Уриахити, но вина даже не в смерти, а в том, как он казнил его, послав к Юаву. Если вместе с Уриахити погибли другие люди, чего не должно было произойти, то в этом вина исключительно Юава, который решил исполнить указания Давида по-своему. И из-за этого вместе с Уриахити погибло еще несколько человек. Так что Давид виноват даже не в смерти Уриахити, а в том, как он его казнил, не приведя в суд, не потребовав отсюда вынести решение, осудить бунтовщика на смертную казнь. В этом вина Давида. И, тем не менее, Давид раскаивается. Как мы помним, он приводит Бат-Шева, у него рождается ребенок. Прежде чем рождается ребенок, к нему приходит пророк Натан и говорит слова упрека. И тут Давид понимает, что его раскаяние было недостаточным, что, во-первых, на упрек Натан он сразу отвечает «согрешил я». Его раскаяние было недостаточным, он раскаивается, и, тем не менее, ребенок умирает. И проходит время, прежде чем рождается второй сын. И этого сына называют «с небес Едидья», называют его Давид Шламо. И вот у Давида есть тот сын, о котором он мечтал, который сможет построить храм. Но, как мы понимаем, поступок Давида, хотя он, как и утверждает Барбанель и другие комментаторы, не был известен многим людям, был известен буквально единицам, не распространился в стране, слух о нем не распространился в стране, тем не менее, этот поступок разрушил всю семью Давида. Или, если не разрушил ее, то ударил по ней очень больно. В чем причина? Мы знаем, что дети не отвечают за поступки отца. Это относится к детям взрослым, которые обладают сознанием. Ребенок, на который начал жить и только начал жить, не является самостоятельным. Он, да, может пострадать из-за родителей, или, точнее, родители пострадают и через него. А вот взрослые дети Давида, о которых мы будем читать и рассматривать, что с ними произошло, тут история другая. Тут они совершают поступки, которых трудно было ожидать от них. Почему? Это наказание взрослых детей, это лишение людей свободы выбора для того, чтобы наказать Давида. Нет, просто заслуги Давида перестали защищать его близких, его семью. И оказалось, что собственных заслуг у них недостаточно. Оказалось, что у детей Давида есть большие проблемы в воспитании. И из-за этого происходит целый ряд неприятных событий. Заслуги Давида устранены небесами из-за его поступка. И дети как бы оказываются открытыми, незащищенными на таком бурном пространстве, где, скажем, дуют духовные ветры, играют страсти. Они оказываются совершенно незащищенными. И это приводит их туда, куда трудно было бы ожидать, что они придут. Я хотел с вами посмотреть 51-й псалом, в котором Давид говорит о своем грехе, скажем, мы можем говорить условно, или можем действительно говорить о грехе, с Батшевой. То есть и так, и так, я надеюсь, что мы понимаем и ту, и другую посылку. И здесь 51-й псалом, он говорит так. Он нам поможет немножко еще понять все произошедшее. Руководителю псалом Давида. Когда пришел к нему Натан Пророк, после того, как тот пошел к Батшеве. «Жалься надо мной Бог, по милости твоей, по великому милосердию твоему, сотри грехи мои». Давид не перекладывает ответственность на Всевышнего, он берет ответственность на себя. «Смой с меня совершенно грех мой, от проступка моего очисть меня». Мы знаем, что Давид просил Всевышнего, чтобы он еще при жизни простил его и дал ему знак, что он прощен. Всевышний сказал «только после твоей смерти». И знак, который дал уже Шламо, что для него также было очень важно, о прощении Давида Всевышний, дал знак Шламо. Это когда Шламо пытался внести в построенный храм Ковчег Завета, двери не открывались, пока Шламо не сказал «вспомни Всевышний скромность, заслуги отца моего Давида». Только в этот момент открылись двери храма для того, чтобы пустить Ковчег. И это стало знаком того, что храм построен в заслугу Давида. И то преступление или грех, точнее говоря, который он совершил, прощен полностью и окончательно. Давид всю жизнь прожил в раскаянии и не удостоился знака о прощении. А теперь он говорит дальше. «Ибо преступления свои знаю я, и проступок мой всегда передо мной. Прости мне, Всевышний, если ты простишь даже». Ах, здесь колоссальные моменты. Говорят, что Давид научил всех раскаянию, что раскаяние Давида, оно настолько глубокое, что оно всегда служит примером для всех сыновей Израиля. И посмотрите, что он говорит. «Ибо преступления свои знаю я, прости, потому что я преступление знаю свое. И проступок мой всегда передо мной. Я не забуду, даже если ты мне простишь, я себе не прощу. Ты мне простишь, чтобы я мог двигаться вперед. Ты мне простишь, чтобы это преступление не мешало, чтобы постоянно не возникала такая ситуация, когда преступление влечет за собой преступление. Ты мне помоги, верни, Божественный Дух, помоги вернуться на ту же духовную высоту. Но я себе не прощу. Я себе не прощу. И дальше Давид продолжает. «Перед тобой одним согрешил я, и зло перед глазами твоими сотворил. Прости, ибо прав ты в слове твоем, чист в суде твоем». Давид подчеркивает сторону, может быть, одну, может быть, не все, но самую важную сторону он согрешил перед Всевышним. Это не грех перед людьми. Даже те, кто знают, они должны были бы понять, что произошло. Он не забрал у Риахити его жену, он не отнял. Они должны были бы, все люди должны были бы понять, что произошло. «Перед тобой я согрешил». В чем согрешил? Потому что суд небес, как мы говорим с вами, он заглядывает как бы во все помыслы человека, смотрит во все помыслы человека и учитывает не только то, что случилось, а то, что могло бы случиться. А если бы узнали об этом все, если бы это сразу стало всем известно, какое бы потрясение было для всех сыновей Израиля, какие бы волнения это произвело бы во всей стране. Это ведь могло быть. Как же ты об этом не подумал? Зоор очень интересно говорит об ответственности Давида. Есть мера милости, которая говорит, но ведь она же была не замужней женщиной, а мера суда говорит. Ведь у Риахити дал ей гет, а мера суда говорит. Но ведь Давид не знал об этом. Не то, что не знал. Мы знаем, что он знал. Он не проверил, он не спросил. Так было принято, так делали. Он был уверен, что у Риахити дал гет, но он не спросил. И это ему ставят небеса в вину. Давид говорит, перед тобой одним согрешил я, потому что помыслы мои, совесть моя должна была быть чиста не только перед людьми, не только формально, но и по сути, должно было это произойти, было все как-то гораздо лучше. Скрой лицо твое от грехов моих, и все поступки мои сотри, просит Давид у Всевышнего. Сердце чистое сотворил для меня Бог, и дух твердый обнови внутри меня. Он говорит о том, что сердце чистое ты сотворил. И в общем, сердце чистое сотвори, сделай заново мое сердце чистым и вложи новый дух в меня. Я неиспорченный сосуд, меня можно очистить, можно возвысить. Это не тот грех, который человека сломает, это сделает его нечистым, как бы на всю жизнь он не сможет от него уйти. Сотвори мне чистое сердце, дух твердый вложи в меня. Не отри меня от себя, и дух святой твой не отнимай от меня. Эти слова мы часто повторяем в молитве. Не отцелай меня от твоего лица. Не забирай твой святой дух, просит Давид. Он чувствует, как бы чувствует, знает, что для этого есть основа, не такой его грех, чтобы Всевышний отошел, оставил его совсем. Это то, о чем он говорит. И вот говорит, какое возврати мне радость спасения твоего и духом благородным поддержи меня. Верни мне радость. Верни мне радость. Спаси меня от подавленного настроения, подавленного чувства. Верни мне радость, потому что Божественный Дух не пребывает с людьми, которые находятся постоянно в печали. Помоги мне подняться, помоги мне возвыситься. Как бы, что ты, Всевышний, выиграешь, говорит царь Давид Всевышнему. Научи преступных путям твоим, и грешники к тебе обратятся. Если ты простишь меня, если ты покажешь, что ты простил меня, мы знаем, что Всевышний не ответил на его молитву, он не показал, он не дал знак, но Давид просит, говорит, покажи, дай знак. И тогда все увидят, что есть смысл раскаиваться, есть смысл возвращаться к Всевышнему. Можно исправить, можно исправить прошлое, можно заслужить все прощения в его глазах. Это же прекрасно для людей. И кончает Давид словами «Сделай добро Циону по благословению твоему, отстрой стены Ирушалаима». Все-все помыслы Давида, все его надежды в том, чтобы превратить Ирушалаим в город мудрецов, и чтобы все подготовить к тому, чтобы там возвышался в Ирушалаим и возвышался храм. И, как говорится, из Циона выйдет Тора, и слово Бога из Ирушалаима – это все его помыслы. Ради этого прости меня, говорит Давид, дай мне это сделать, дай мне пробинуться, если ты не простишь меня, и этот грех на мне будет висеть. Своей точкой зрения я-то помнить буду о нем, но ты прости меня и дай мне двигаться вперед. Не простишь, я не смогу сделать то, ради чего, в общем-то, сотворен мир. Вот мы видим глубину раскаяния Давида, его обращение ко Всевышнему, что только перед ним он согрешил. Понимаем, что другие люди не знали, но это многое не меняет в глазах Давида и так далее. Все мы это как бы с вами прекрасно понимаем. И теперь мы вернемся к тексту, вернемся к тексту и посмотрим там, где мы с вами остановились. Заканчивается история как бы с Батшевой, как бы заканчивается, потому что ее последствия, как говорят, эффект бабочки. Здесь не эффект бабочки, здесь гораздо более сильное сотрясение, волны от которого продолжают идти и производить другие волны и другие как бы землетрясения, пробуждать на протяжении всей жизни Давида. Но в данный момент как бы пророк переходит к повествованию о других событиях. И воевал Юав с городом Раба, сыновей Омона, и захватил царский город. Юаву удается после трехлетней осады, после того, как возводят насоб, удается борьбаться в царский город, одну из частей города, раба столицы сыновей Омона. Мы представляем себе, что древний город мог быть разделен на части, был разделен на части. В одной части могли быть царские дворцы, в другой жили министры, важные люди, в третьей люди попроще. Между всеми этими частянами были высокие стены, и каждую часть города приходилось штурмовать отдельно. Этот первый успех Юава, он понимал, что дальше он позволит ему продвинуться быстро, быстро в захвате города Раба. «И отправил Юав посланцев Давиду, и сказал, воевал я против рабы, города Раба, и захватил уже город воды, царский город. Там, как мы понимаем, были запасы воды, водоем, из которого пил весь город, на протяжении осады. А теперь собери остальной народ и встань возле города лагерем, и захвати его, чтобы не захватил я город, и не было мое имя связано с ним». Юав – человек большой праведности, и, конечно, ошибка его, то, что он показал письмо Давида, и то, что он не отказался исполнять это приказание Давида, оно остается ошибкой. То есть такое приказание не надо было исполнять. Эта ошибка остается ошибкой, но он человек праведный, и он не ищет ничего для себя, никакой славы. Политик, он мог бы воспользоваться ситуацией, воспользоваться тем, что он знает, тем, что знают его ближайшие окружения, его воины, передовой отряд Давида, или часть из него, знают о грехе с Батшевой, и рассказать об этом, рассказать кому-то. Плести сети для Давида, интриги – нет, совершенно нет. А Юав, всю свою жизнь он посвятил созданию войска, воинам, человек глубоко верующий, для которого Всевышний делает чудеса, человек, который не стремится никакому богатству, говорят, что у него был дом очень бедный, и не в Ярушалаиме, а где-то в горах Иуды. И, то есть, человек искренний и видящий в царстве, в восстановлении царства Израиля, в его укреплении, самую главную, самую важную заповедь, и для него важно утвердить Давида, его славу, его величие в глазах всех сыновей Израиля, а не как-то плести какие-то интриги против него. И вот он, когда перед самым захватом города, когда уже он может захватить город, он говорит Давиду, ты собери народ, приди, чтобы победа была записана на твое имя. Давид захватил раба. Кто там уже будет помнить, что три года осаждали, Давид пришел и захватил город раба. Этого хочет Юав, для него это важно. В этом утверждение, укрепление царства Израиля, в этом прославление имени Всевышнего для Юава. И собрал Давид весь народ и пошел к городу раба и воевал против него и захватил его. Сам Юав, как мы понимаем, он не сомневается в праведности Давида и то, что ему было поручено таким образом казнить Ури-Ахите, он понимает, что Ури-Ахите был повинен смерти. Что он еще думал про возникшую ситуацию, трудно сказать, но видно, что Давид для него остался царем Израиля, а становление Израиля важнейшей заповедью в жизни. И прославление царя и утверждение его величия это важнейший момент для Юава. И собрал Давид весь народ и прошел и захватил его. И взял Давид венец Малькама с головы его и вес его талант золота и драгоценный камень на нем. И был он на голове Давида и забрал он из города очень много добычи. То, что он забрал много добычи, то, что корона, которая была на голове божества Малькам или Мальком в других местах, это все хорошо и замечательно. Но тот главный вопрос, который у нас возникает с вами здесь, как это можно было сделать? Мы знаем, что можно пользоваться теми или иными предметами, которые были в храме божества, но нельзя пользоваться непосредственно тем, что является частью этого божества. Тут можно спорить о галахе, но в любом случае мудрецы давно запретили брать непосредственно вот золото, которое на божестве, которое является его украшением, украшением Давид берет. С точки зрения галахи, здесь очень интересный момент, который нам очень много объяснит, момент, который для меня всегда является важным ответом тем, кто говорит про армию Израиля. Ну, армия Израиля. Вот тут есть очень важный и интересный ответ. Дело в том, что в войске Давида был человек по имени Итай Агити. Мы понимаем по его имени, что он из Гата. Он присоединился к Давиду еще в то время, когда Давид был уплештием, когда он был в циклаге. Итай привязался к Давиду, был его верным спутником, часто был его оруженосцем. И отряд гитейцев, который он возглавлял, был ударным отрядом Давида, войском, которому Давид доверял во всем и поручал самые трудные задачи. Итай Агити, он не принял ги-юр. Он был верным подданным Давида, который не принял ги-юр. То, что касается, скажем, формального момента, который здесь вплетен в этот рассказ, то нам важно, что Галаха предполагает, что и идолам, и всем тем, что на нем можно пользоваться, если идол разбит. Но разбит не одним из сыновей Израиля, а разбит кем-то из неевреев, из тем, кто не принадлежит сыновьям Израиля. Как бы человек, даже если он не принадлежит к этому народу, то все равно как бы все народы там связаны, они верят один в идолу другого, их идолы воюют друг с другом, как мы с вами помним. Так вот, если один человек из народов, который принадлежит народам, возьмет и разобьет идола, откажется от него, то тогда идол становится разрешенным, то, что на нем, то, что осколки его, или то, что осталось от этого изуроданного изображения, это разрешено для использования. И Тайагити, он подошел к этому изображению Малькома, к этой статуе Малькома и разбил ее. Он ненавидел идолупоклонство, был человеком праведным, верил в единство Всевышнего, но из народов мира, разбил и стало возможно, и стало возможно использовать то золото, которое было украшением на этом идоле, которое было украшением на этой идоле. Давид взял эту корону и сделал ее своей короной. Это что-то непонятное совершенно. Что он хотел, Давид? Какова была его цель? Мальком и Молех – это одно и то же божество. Мы чувствуем здесь в этом слове Мальком Мелех. Несколько искаженное. Мелех – божество, главное божество, царь всех дорогих божеств. Мелех – царь. Царь всех других божеств, главный над всеми. Давид взял эту корону, одел на себя. Молех – как мы помним, ужасное божество, или, скажем, служение, культ служения ему ужасен. Берут детей и иногда просто бросают в медную статую этого божества, будто бы она, будто бы это божество съело, пожрало ребенка. Иногда проводят ребенка между кострами. Видимо, это было по-разному, либо между кострами, либо между раскаленными такими узким проходом из двух стен каменных или кирпичных огнедышащих, которые раскалили, проводят ребенка. Многие дети погибали из-за этого. Если ребенок выживал, он считался полубожеством, такой ребенок. Это был ужасный, отвратительный культ. И Давид хотел, чтобы все говорили о том, что царь Израиля взял корону Малькома, одел на себя и не побоялся, не побоялся не разбить ни статую Малькома, не побоялся пользоваться пользоваться тем, что принадлежало этому изображению, той короны огромной, которая была известна, была сделана для этого изображения, не побоялся, что это божество Мальком или Камош, его еще называли, но это как бы в другом месте, в другой интерпретации, в Торо называет его Молех, не побоялся, что это божество, самое главное, важное, суровое такое, что оно отомстит ему. То есть Давид это сделал для того, чтобы для, так сказать, отрицания и долупоклонства, чтобы нанести удар по представлению долупоклонников, чтобы они начали говорить о том, что царь Давид не боится никаких божеств, отрицает любые божества. Для этого он взял эту корону, а не для того, чтобы украсить себя талантом золота и драгоценным камнем. Медраж говорит, не обязательно воспринимать это буквально, но просто как бы как красивый образ Медраж говорит о том, что это корона Малькома, она была особой формы, такой, что не всякой голове она подходила, или не на всякую голову она надевалась, и вот только праведные потомки Давида могли одеть эту корону. То ли потому, что у него был выступ и там, скажем, форма головы у них была такая, что она подходила под этот выступ. Это совершенно не важно, не обязательно соотносить это с реалиями. Мы знаем, что Агадат часто говорит о каких-то духовных проблемах, рисует какие-то картины духовные, но не обязательно это соотносить с реалью. Дальше то, что мы с вами видим, а народ, который в нем вывел и поставил работать на перетаскивании камней и на копьях, где добывают железо, и на рубке деревьев топорами и железо, и провел их через кирпичи, и так сделал во всех городах сыновей ОМОНа. И вернулся Давид, и весь народ в Иерушалае. Здесь, скажем, текст, я уже дал перевод, как бы, соответствующий, я бы сказал, правильной реалии, но текст допускает и, как бы, я бы сказал, неправильный перевод. Текст допускает понять, что Давид наказал их камнями, наказал их железом, наказал их рубкой, так сказать, рубкой железа или из железа, то есть, имеется в виду, по мнению, скажем, некоторых комментаторов, отдельных, тут можно сказать, что это просто явная ошибка, что Давид подверг их суровому наказанию. Кого-то он распилил пилой, кого-то он разрубил, кого-то он, скажем, железными топорами мучил, вот, этого не может быть, этого не может быть, это и запрещено законом, и отвратительно, отвратительно еврейской душе, можно наказать людей, можно даже казнить людей, но нельзя их мучить и нельзя подвергать их издевательской казни. Впоследствии, если мы доберемся с вами до книги Малахим Бет, мы увидим с вами, что царь Амадсия сбрасывает 10 тысяч, а может быть и больше, пленных с камня в пропасть, и это считается позором для всего народа Израиля, несмываемым пятном, врага можно казнить, но нельзя над ним издеваться, нельзя его мучить, поэтому единственный правильный здесь перевод это то, что мы с вами вот как бы подошли к этому моменту, он поставил ОМОН на тяжелые работы, вот единственное, что в конце все, то не на все время, а на определенный срок, потому что превратить людей в рабов, такие, как нагрузить их такой же тяжелой работой, как нагружали в Египте, работой, которая приведет их к гибели, это невозможно, значит, он на определенный срок наказал ОМОН, и мы понимаем, почему он наказал ОМОН за их отвратительное поведение, за то, что они сделали с его послами, за то отвратительное идолопоклонство, которое у них было, мы понимаем, что идолопоклонство это момент ужасный, и все же есть разница между одним идолопоклонством и другим идолопоклонством, и вот и провел их через кирпичи, вот здесь можно понять, что это было буквально, как мы сказали с вами, что один из вариантов служения Молоху, это было провести ребенка через между, в узком проходе, где пылает жар от кирпичей или от камней, выживет, выживет, нет, нет, он провел их для того, чтобы как бы сказать им, да, вы детей проводите, вы сами попробуйте пройти, посмотрите, что это такое, наверняка он не раскалил так эти кирпичи для того, чтобы люди погибли, да, но для того, чтобы они почувствовали, хоть пробудилось бы у них что-нибудь в душе этих сыновей ОМОНа, которые изначально обладают испорченной душой, хоть что-нибудь в них пробудилось, он провел их между кирпичами, и вернулся весь народ, и вернулся Давид, и весь народ Вирушалай, да, вот здесь закончился этот круг длительный со многими войнами, которые возникли, вспыхнули из-за того, что Давид захотел быть более милостив, чем Всевышний, из-за того, что он посчитал, что заповеди Торы не действуют на все времена, есть условия, да, и он захотел обратиться к мирам с ОМОНу, вот из-за этого возник целый ряд войн, как мы помним, кровопролитнейших войн, да, и вот сейчас с захватом города Рабат-ОМОН эта история подошла к концу, да, я вижу, что у нас есть вопросы в чате, я попробую сейчас, пробую сейчас открыть чат, да, послуг 31, Давид раньше сказал Юабу захватить город и разрушить, может быть, действия, которые он заставил производить народ из Раба, это были как раз работы по разрушению этого города, растаскивать и дробить камни, вырубать дерево и так далее, и таким образом это было и наказанием, возможно, да, есть, есть много моментов, когда у нас есть ограниченное знание, да, это позволяет позволяет комментировать, скажем, да, если у нас нету точного источка, нам позволяет комментировать или так или иначе понять, понять текст, предположить что-то в определенных рамках, да, иначе мы забредем туда, куда уже будет в область, где уже совсем будет неверно, вот, я думаю, что это предположение очень, очень нормальное, очень, очень интересное, да, то, что важно для меня, очень интересное предположение, то, что важно для меня, да, это то, что Давид не издевался, не измывался над, над людьми и не превратил их навечно в рабов, каторжников, которые похожих на тех, которые строили пирамиды и другие сооружения в Египте, это очень интересное замечание, если что-то хочется спросить еще, то, пожалуйста, давайте я рискну, я, да, да, скажите, пожалуйста, может я ошибаюсь, согласно Торе, с ООНом было запрещено воевать, да, и захватывать его землю, когда это произошло, так сказать, перемена? С ООНом не то, что воевать было запрещено, было запрещено, как бы сказать, как бы сказать, задираться против них, да, то есть первым, первым начинать войну, да, первым начинать войну было запрещено, но здесь возникла такая ситуация, как мы знаем, что это оскорбление послов, оскорбление послов, это фактически военные действия со стороны ОМОНа, да, вот, это объявление войны, понимаете, то есть не хватало только, чтобы ОМОН убил этих послов, но он не сделал это, он, царь ОМОНа, поступил иначе, опозорил их, но мы понимаем, что царь не имеет право просить оскорбления, скажем, да, вот, ну, допустим, что такое война, да, можно начать стрелять, да, а можно, ну, как бы, скажем, забросать, забросать царя помидорами, яйцами, гнилыми, тухлыми яйцами, можно забросать, это тоже объявление войны, это тоже война, поэтому Давид, он не начал войну с ОМОНом, да, проблема не в том, что он начал войну с ОМОНом, а проблема в том, что он начал искать мира, хороших отношений с ОМОНом, с народом ОМОНа, ну, если уж он так хотел, мог попробовать самим, самим Нахумом, царем, лично, вот, он хотел найти, установить мир со всем народом ОМОНа, это была его ошибка, да, это его была ошибка, а не начало войны, ему никто не меняет это вину, да, так что первым нельзя было, да, и мы видим, опять же, в книге Малахимбет, мы видим, сыновья Израиля воюют с Маабом, да, еще как воюют с Маабом, и удостаиваются чудо Всевышнего и поддержки Всевышнего, почему? Потому что Мааб первый начал войну, это было ответным действием. Да, спасибо. Равзей, вы скажите, известно что-то насчет кирпичей, что использовали в ОМОНе кирпичи, может быть, это известно, уже археологически известно, потому что мы знаем, что в Тельгейзере, например, использовали кирпичи для крепостей. Мне кажется, что кирпич это был, в общем, довольно обычным строительным материалом. История мы об этом узнаем и как раз из нашей недельной главы мы видим, что в Египте широко использовались кирпичи, кстати, не всегда там также привозили камни издалека и строили дворцы из камня, но часто строили из кирпича. И то, что мы с вами еще из нескольких мерсторий мы можем представить себе, что кирпич это был распространенным строительным материалом. Я просто только знаю в Тельгейзере кирпичи были на стенах, а на остальных не было. не в курсе не могу сказать насколько это точно насколько был распространен кирпич, но понятно, что он применялся. Да, да, спасибо. Так, вот я вижу, что Наталья Генделя, она поднимает руку. Наталья, пожалуйста, можно включить микрофон и задать вопрос. Так, вот, пожалуйста, вы можете... Розея, вопрос можно? Давид убил царя ОМОНа или его вассала превратил? Царя ОМОНа он не убил, как мы представляем, царя ОМОНа он оставил в живых, превратил его вассала. Да, значит, история с Нахумом, который стал царем ОМОНа после смерти своего отца Нахаша, она очень интересная история Нахум, он либо принял ГИЮР, тайно, скажем, либо он просто стал человеком верующим, и мы помним, что его дочь, воспитанная им, она стала женой Шламо, можно сказать, первой женой на ОМОНа, а можно доберемся до Шламо, постараемся поговорить, возможно, единственной его женой, которая родила Емура Хавама. Вот у Натальи никак не получается, я смотрю, Наталья, пожалуйста, вы можете открыть свой микрофон и задать вопрос, я ей смогу отвечу, вот, пожалуйста. Добрый день, добрый вечер, вернее, у меня складывается впечатление, что вы как бы всегда в своих лекциях как бы оправдываете Давида, то, что, ну, как бы судите в хорошую сторону, а может быть это не совсем так было, то есть почему Давид, он же был человек, да, он был там праведник, он был великий провидец, но он таким же человеческим чувством был подвержен, то есть почему вы думаете, что он вот всегда был во всем праведен, он же был простой, простой человек, и в истории вот как раз Батшевой, по-моему, он повел себя просто как обычный мужчина, а не как праведник. Ну, как вам сказать, как ответить на этот вопрос, конечно, когда мы открываем текст и читаем его, то по тексту складывается такое впечатление, что ну, да, обычный человек, но у нас есть как бы целый такой запас устной торы, традиции, и мы понимаем, что в ряде мест просто невозможно понять, о чем идет речь, если не пользоваться устной традицией. У нас есть, как мы знаем, письменная тора и устная тора, они неразрывны, потому что каждый отрывок можно прочитать, как ты хочешь, и сделать из него те выводы, которые ты хочешь. Если за ним не стоит какое-то, скажем, правило прочтения, какие-то рамки прочтения, то все это теряет смысл. Все и тексты, скажем, наши занятия, если мы оторвемся от устной традиции, они просто теряют смысл. Поэтому тот путь, по которому мы прошли, это не то, что я оправдываю Давида, во-первых, я готов как бы со своей стороны оправдать всех героев Израиля, которые боролись за становление царства, подобных Давиду, но кроме того, я уверен, что такие люди, которые древнего мира, которые вот так боролись за становление царства, они были людьми праведными. Но это ладно, это мое личное соображение. Все, что я попытался сделать, я попытался провести вас по тому пути, который начертала устная Тора. мы взяли трактацию Едрин, мы взяли множество Мидрашей, мы попытались посмотреть текст в разных моментах и посмотреть пророка Натана, как он упрекает Давида, он не говорит, что, скажем, не сравнивает его с человеком, который забрал жену у бедного человека, он забрал не овцу, которая жила в его доме. То есть, не говорит о том, что Давид забрал жену у человека. То есть, и книга Зоар, и все другие источники, они не обвиняют Давида в том, что он забрал замужнюю женщину. Наша как бы проблема, что нам иногда трудно представить себе людей праведных. Мы привыкли жить в мире, окружающем нашем мире. Я надеюсь, что это не мы сами, но окружающий нас миром. Вот увидел женщину, побежал за ней. Все. Но это не те люди, у них не те проблемы. У них совершенно другие проблемы. Если бы у них были эти проблемы, то пророки бы не говорили о них и не писали, как, скажем, Ноах. Ноах выпил вина, лег и в шатре оголился, из-за этого все проблемы. Ноах, прошу обращения для яркости образа, Ноах, пьяница, выпил лишнего, в этом его проблема. Тора не будет говорить об этом. Зачем? Зачем заниматься пьяницами, алкоголиками? У него совсем другие проблемы у Ноаха. Мы должны представить себе человека после потопа, который после потопа не знает, в чем найти радость, в чем найти силы продолжать. Он знает, что вино приносит радость. Он знает, что вино раскрывает, скажем, для него оно может раскрыть какое-то пророческое дарство и связь со Всевышним. Но он не прав в том, что он начинает с вина. В этом проблема. И там дальше можно говорить. То же самое здесь. Да увидел бы он женщину, побежал бы он за женщиной, ну и ладно. Нечего было об этом говорить. А мы видим, самое главное здесь, то, что хотелось подчеркнуть, мы видим, что от этого брака рождается Шламо, человек праведный, единственный человек, который мог построить храм. Уникальная личность, которого Всевышний называет от брака вот с таким грехом совершенно очевидным, с таким началом просто побежал за женщиной и все, не мог родиться такой человек. Всевышний не привел бы такую душу через такой брак в мир. И в этом как бы то есть здесь как бы много моментов, которые мы сразу не учитываем. Это к сожалению очень трудно преодолимое очень трудно преодолимый подход. Очень трудно преодолимый подход просто прочитать текст и делать из него выводы. Я вам по секрету скажу, есть целый ряд раввинов, которые болеют этой болезнью, тяжело болеют. У них есть целая система, которая называется прочтение быговой иной. Вот как бы на иврите на уровне глаз. Вот как я вижу. А я же вижу правильно. Я же вижу правильно. Вот я читаю текст и делаю из него выводы. Пока мы крутимся в этой как бы быговой иной. Ну хорошо, ладно, мы можем развлекаться, но мы никуда не сдвинемся ни в понимании своей истории, ни в понимании того, какими мы сами должны быть. И очень много таких моментов, скажем, вот сколько раз ты можешь столкнуться с тем, что, скажем, Шемшона представляют как бирьон на иврите, грубо говоря, хулиган, богатырь-хулиган. Ты открываешь гемару, ты видишь там совершенно другие вещи. И ты человек высокодуховный, человек, с которым идет постоянно божественное присутствие. Мы кто-нибудь достоились хоть раз в жизни почувствовать божественное присутствие. Ну, не знаю, как может быть отдаленно. А здесь человек идет с Богом. И вот начинают говорить, что он хулиган. Это хорошо, что он хулиган, только так можно победить. Ничего подобного. Только высокодуховный человек может принести настоящую победу сыновьям Израиля. При том, что он ошибается, но он высокодуховный. То же самое и здесь. Давид, только человек, который жил с Богом, который ощущал постоянно Всевышнего, он может построить царство Израиля. А другой нет. Другой нет. Ничего вечного, как мы видим, кстати говоря, из нашей современной истории. Люди, которые далеки от понятия Всевышнего, которые далеки от понятия прошлого нашего, не знают его просто. И не знают будущего. Короче, не открывали ни Тору, ни пророков. Ну, кто-то иногда может и процитирует там из школы что-то помнить. Они ничего не могут сделать. Они никуда не могут нас продвинуть по-настоящему. Так что мне кажется, что вот эти моменты очень-очень ценные для того, чтобы понять их как-то постепенно, может быть, привыкнуть к тому, что текст не читается по-простому. Очень много бы еще хотелось рассказать и многим поделиться. Но давайте мы постараемся сдвинуться как-то. Вопрос можно развить? Да, пожалуйста. Вы рассказывали, что Давид ввел в традицию разводные письма перед походом на войну для участника войны. Может быть, еще и не он. Может быть, до него. Может быть, и до него. Давид утвердил там, скажем, определенные правила, скажем, как передовой отряд дает письма безусловия, а письма разводные видимо, были еще и до него. Я сейчас не хочу возвращаться ко всем историям, но когда он приходит к братьям, когда он приходит к братьям Давид, первый раз, когда стоят войска Израиля против филистимлян, там есть намек, что он приходит устроить разводные письма, взять от братьев то, что они не успели сделать перед выходом на войну. Но это в скобках. Извините, что я вас перебил. Пожалуйста, Ефим. Продолжение этого вопроса. А поддержка государственной, скажем, сегодняшним языком, вдов с детьми и так далее. Этот процесс начался при нем или нет? Ничего нам об этом не известно. Ничего об этом не известно. Это вопрос очень правильный. Какая социальная защита у воинов Израиля, у их семей? Да, вы совершенно правильно спрашиваете. Мне трудно сейчас представить себе, я попытаюсь вспомнить, как бы, есть ли соотношение с этим в Гемаре, в Талмуде, есть многие правила, определяющие обязанности по отношению одного человека к другому, царя по отношению к народу. Мне трудно представить, я не помню. не помню. Естественно, единственное, что мы можем сказать, что Тора много раз возвращается к тому, что нельзя притеснять вдову и сироту. Вдову и сироту. Можем представить, что это относится и к воинам Израиля, к сожалению, оставались вдовы, оставались сироты. И притеснять их, ущемлять, когда у них нет защитников в семье, это строжайший запрет Торы. Если нету прямого закона, это не значит, что так не делалось. Единственное, что могу сказать, как бы, из источников есть, сбегая вперед, что в книге Малахим, второй книге Малахим, мы сталкиваемся с ситуацией, когда Ильиша, ученик пророка Ильягу, приходит в Северное царство после того, как там пророки подвергались жесточайшему преследованию, и он приходит для того, чтобы помочь вдовам и сиротам тех пророков, которые были казнены злодейкой из Эвеля. Он просто берет о них заботу на себя. То есть, такое понятие помочь тем, кто погиб в борьбе за Израиль, за его физическое или духовное становление, оно было, безусловно. Просто, понимаете, некоторые моменты, они иногда как бы ускользают из формального закона, и не все можно описать в пророках, но вот такой, по крайней момент, мы видим, что Илиша считает свои обязанности, он преемник Ильяху, и он считает обязанности помочь семьям учеников Ильяху, которые отдали свою жизнь за того, чтобы нести Слово Всевышнего. Спасибо. Может быть, мы чуть-чуть попробуем с вами еще сдвинуться, мы видим эту прекрасную картину, прекрасную, интересную картину Давида, который одевает корону Малькома, Молыха на свою голову для того, чтобы объявить, что нету божества, нету такого божества, и дальше мы попытаемся с вами сдвинуться. Дальше история, она как бы не такая веселая. В начале этой истории хочется вспомнить такой момент, что, как вы знаете, в русской традиции в русском языке есть такой цветок, называется Иван Дамарья. Вроде бы это цветок, насколько я помню. На иврите есть также растение Амнон Ватамар. И вот в истории Амнона Ватамар, которая перешла даже на название растения, мы и поговорим с вами, и, безусловно, то, что происходит, это наказание для Давида. И было после этого у Афшалома, сына Давида, мы понимаем, война закончилась, наступил мирный период, Давид никогда не отдыхает, мы знаем, тем, что он занят проблемами страны, экономики, укрепления войска, и, забегая вперед, можно сказать, что его огромное убущение то, что он не занимается своими детьми, он не воспитывает их по-настоящему. Давид безумно любит своих детей, и это не, скажем, не новость, что отец любит своих детей. У него есть какой-то момент у Давида, что у него было очень тяжелое детство, он был обделен любовью отца и матери, он постоянно проводил все время в пустыне со стадами и уходил очень далеко, а это не только дикие звери, это и холод, это и дожди зимой, это и тяжелые работы, вот он, как маленький мальчик, он трудился тяжело и не чувствовал любви отца и матери, и это как бы вот хотел компенсировать этот недостаток любви, который ему не додали, он хотел отдать своим детям. И получилось это, ну, как бы можно сказать, как мы знаем, что впоследствии царь Шламо, который продолжает мысли Давида и его как бы мысли после раскаяния, он говорит, что хосэх шифто сунебно. В Мишлей царь Шламо говорит, тот, кто удерживает свою розгу, тот, кто удерживает свою розгу, ненавидит своего сына. То есть, если ты хочешь воспитать ребенка, если ты хочешь, чтобы его жизнь была счастливой, по крайней мере, то, что ты можешь сделать для этого, это нельзя его только обласкивать, одаривать, создавать для него все условия, ты иногда, по крайней мере, должен его наказывать. Шухан-Арух соотносится с этим высказыванием Шламо и переводит его в Галаху, он говорит, ни в коем случае нельзя бить ребенка. Ну, если можно, то, если что-то допустимо, то шлепнуть его для чего? Для того, чтобы ему было стыдно, для того, чтобы ему было обидно, для того, чтобы он понял, что его поступок неправильно, но ни в коем случае нельзя пороть ребенка, как, скажем, Шламо, может быть, сказал образно, тот, кто удерживает свою розгу. Я в скобках хочу поделиться с вами таким воспоминанием здесь. Я учился у человека в свое время большого праведника, на мой взгляд, скажем, как я его чувствую и понимаю, и большого мудреца Торы Реби Немина Костанельсона светлой памяти. И он мне рассказывал, он был подростком в то время, когда, скажем, в России происходили большие перемены, он жил еще и учился в царское время, и он мне рассказывал, жил он на Украине, и рассказывал мне, что Хедер, в котором он учился ребенком, находился в четырех километрах от того места, где стоял их дом. И он должен был успеть, в Хедер каждое утро. Если он опаздывал, то его день начинался с того, что учитель клал его на скамью и порол его розгой. Может быть, это не совсем соответствует еврейской традиции, но как-то это вошло в правила и было повсеместным таким явлением, что дети получали розги за проступки. если он знал, что он опаздывает, или если он опаздывал по причине, что дома его не собрали вовремя, не выпустили в дорогу в Хедер вовремя, то мать с ним шла четыре километра туда, и потом взрослась четыре километра обратно, чтобы его день, он опоздает и за матери, скажем, чтобы его день не начался на скамье с розок. Мы знаем, что старый мир был другим, там была другая практика, но в любом случае интересно, что Галаха в общем-то запрещает физические наказания. почему это так было в Хедерах, не знаю, трудно мне сказать, почему так пошло, но вот как бы такое для меня очень дорогое воспоминание жизни из рассказов моего учителя. И разговор наш о Давиде, который обеспечивал детей своих всем, никогда им не говорил ничего против, потому что у него, как мы это знаем, многие ошибки происходят из-за той травмы, которая была в детстве. У него, безусловно, была травма, и он об этом говорит неоднократно в неоднократно в салмах, да, и вот его дети вырастают, не услышав ни одного слова запрета. Давиду, как это делали цари, надо было бы нагрузить своих детей работой, так сказать, на пользу общества. Прежде всего, дети царей, они были военачальниками, полководцами, они выходили с войском, они повсюду сопровождали отца в войнах, мы не видим, чтобы это было здесь. Давид жалел их, Давид их не учил военному делу, не хотел, чтобы они перенапрягались, Давид не сделал их ни министрами, ни ответственными за какую-то работу, они жили праздной жизнью, и он не успел, не успел, можно так сказать, или не успевал каждый день подумать, что происходит с его детьми, и как мы представляем себе, его великие заслуги, они защищали детей его от неправильных поступков, небеса защищают не только от того, чтобы человек не упал, не сломал ногу, скажем, от каких-то повреждений, они часто защищают и удерживают неправильных поступков, это праведник может быть таким щитом для твоих детей, но вот это пропало, и что мы теперь видим, и было после этого у Абшалома сына Давида, сестра красивая, имя ее Тамар, и полюбил ее Амнон, сын Давида. Теперь для того, чтобы нам понять, что здесь происходит, мы представим себе вот, скажем, семейную ветвь этого плана, я пытаюсь поймать ту схему, которую я приготовил для вас, она почему-то у меня убегает. Сейчас, секунду, вот мы ее поставим в середину. Здесь тоже еще несколько моментов из жизни Давида, очень интересных. Мы знаем, что Давид, как мы помним, он воевал против Гешура и захватил Гешур, захватил Гешур, и победил Гешур, и у Давида была царя, у Давида была жена Мааха, дочь царя Гешура. Он, скажем, взял ее по закону о прекрасной пленнице. Мы знаем, что говорится, что если человек увидит на войне женщину красивую, то он приведет ее в дом, и там она будет в его доме месяц сидеть и оплакивать свое прошлое, своих отца и мать, и потом он может везти ее в дом. Если через месяц он не захочет на ней жениться, то он обязан ее отпустить. Говорится, что он не может продать ее никому другому. Закон специальный о прекрасной пленнице, не вдаваясь в многие подробности этого закона, которые нам здесь не нужны и не интересны, Давид не обязательно прямо захватил на поле боя с мечом в руках, захватил пленницу, совершенно не обязательно он завоевал царство и по этому закону взял Мааху в жены и впоследствии естественно она прошла геюр, как положено женщине по закону у прекрасной пленницы ее никто не освобождал от геюра у нее у Махи была дочь Тамар, которая также прошла геюр. И впоследствии от этого брака родился сын сына в шалом. у Давида как мы хорошо себе представляем была не одна жена у него была жена Ахиноам и первенцем который в общем-то должен был унаследовать царство Давида был Амнон. Мы понимаем что формально то есть скажем формально это была одна семья царская семья которые жили во дворцах или во дворце Давида или рядом с ним у них были дома это была одна семья но по факту Тамар она не была сестрой Амнона она была дочерью Маахи а Амнон был дочерью Маахи которая которая родилась еще до того как Давид захватил Кишур она была для него совершенно чужой женщиной по как бы по родственным связям вот и у него была другая другая мать Ахином вот и боюсь что на этом нам здесь нужно остановиться вот я немножко не успел я очень рад что были вопросы оно того стоит но немножко мы с вами не успели продвинуться в этой истории если скажем есть какие-то остались вопросы пожалуйста у нас есть несколько минут может быть одна две три пожалуйста давайте мы здесь остановимся и всю дальнейшую историю оставим на следующий урок я чувствую что вопросов нету никто не поднимает тамар она была перед она не дочь дали она есть разные комментарии скажем есть разные комментарии я вам скажу да то есть я беру наиболее простой путь чтобы не входить в подробности мы можем представить себе что скажем да формально скажем да допустим да скажем давайте по более простому пути она не дочь Давида она не дочь Давида дочь в том смысле что он женился на Махе взял тамар в дом обе они прошли гигиур и живут живут в доме вот она видимо старше Амнона тамар вот я вам предложил такой путь чтобы не можно пройти другим путем но скажем это наиболее простой вариант хорошо спасибо Квадарав получается извините я снова вернусь к этому здравствуйте получается что возможно эта дочь родилась до того как Маха прошла гиур соответственно получается она не является в галактическом смысле ребенком Давида да значит это второй вариант который вы предлагаете да он довольно сложный скажем да есть да есть скажем ну давайте тогда откровенно хотя я не люблю вдаваться в такие подробности да есть скажем спор мудрецов им тоже называется бияришу намутери то есть скажем может ли воин еще до того как женщина прошла гиур иметь с ней отношения потому что она пленница она понравилась ему потом она пройдет потом он придет ее в дом она пройдет гиур может ли он с ней иметь отношения того же как она прошла гиур здесь нужно было бы говорить очень долго да скажем есть мнение да и рамбам и манит идет по этому мнению что бияриш намутери что до того как она пришла прошла гиур отношения с ней разрешены он правда подчеркивает рамбам подчеркивает что насилие насилие запрещено насилие запрещено что он скажем не имеет права овладеть скажем ей на поле там боя при каких-то обстоятельствах если он приведет ее в дом в шатер в лагерь то он может уговорить ее это безумно это безумно важно потому что потому что в Израиле так давно год-два назад была такая посылка одного раввина не боюсь не боюсь осуждать мнения протестовать против мнений которые не не соответствуют иудаизму порочат Тору даже если они высказываются крупными раввинами людьми 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 с большими заслугами меня это не интересует меня интересует Тора ее галаха которая должна быть человеческой вот Раф не буду называть его имя может быть многие знают он заявил что насилие насилие на поле боя разрешено он заявил это для современных условий он раввин армейский он заявил это для для условий для современных условий это произвело какую-то сумасшедшую волну в израильском обществе я разговаривал с нормальными людьми ну говорят ну да это я его спрашиваю слушай ты своему сыну скажешь это у тебя сын в армии ты ему скажешь такую вещь это уродство это извращение Торы понимаете кто-то стал говорить насилие разрешено я его спрашиваю насилие говорит разрешено я спрашиваю хорошо если насилие разрешено оно должно быть как-то описано галахой а что значит насилие слушай а ей глаз выбить можно для того чтобы принудить ее не знает говорит не знаю я говорю он ей в глаз даст я прошу прощения за подробности а потом он ее в жены возьмет ты что это Тора что ли это Тора Рамбам который говорит что отношение первое на поле боя так сказать разрешено он не говорит что это на поле боя он говорит что он приведет ее в город приведет ее в дом приведет шатер там и он может уговорить скажем сказать слушай ты же останешься тут без куска хлеба давай я тебя возьму в жены уговорить ее некоторые больные головы они решили что буквально речь идет о том что насилие разрешено это ужасно это уродство это пример просто извращения извращения галахи который к сожалению бывает в бывает в нашем обществе бездумие откройте Рамбама посмотрите представьте себе ситуацию что значит он бьет женщину совершает над ней насилие а потом он берет жены ну что вы в самом деле но тем не менее если вы спрашиваете так говорите то есть такой вариант что Давид ему понравилось это Мааха не обязательно чтобы он с мечом там завоевал вот в доме царя Гишура он увидел Мааху женщину и отношения с ней были разрешены по Рамбаму до того как она прошла Ги-юр родилась от этого от этого Тамар которая потом вместе с матерью приняла Ги-юр да и формально формально она была она была разрешена Амнону да это второй путь на мой взгляд он несколько тяжелый но хорошо мы с вами его рассмотрели эй Рафзеф я дико извиняюсь все мы останавливаемся это я извиняюсь самый интересный момент но к сожалению нам придется остановиться я дико извиняюсь нет нет это я извиняюсь надо было немножко раньше и оставить временный вопрос откуда же я знал что такие вопросы будут сложные спасибо нас народ интересующийся окей спасибо всем всего доброго Рафзеф особенно спасибо тем кто участвует в уроке еврита мы будем разбирать прошедший недельный раздел главу шмот вот буквально через минуту все всем счастливо Натану спасибо Натану спасибо да Натан большое спасибо ура всем счастливо пока слегка что не дошли до конца логического не дошли не дошли такого Продолжение следует...